Всем привет, с вами Level Performance и на этой неделе к нам приехало нереально много машин в работу. Выпуск обещает быть максимально интересным, поэтому, ребятки, остановитесь, поставьте лайк, посмотрите видос, и если вам не понравится, в конце можете его убрать. Но я уверен, вы будете приятно удивлены. Иногда импортозамещение бывает логичным, иногда вынужденным, а здесь у нас тройная причина. Во-первых, родной спойлер от Gallardo GT3 стоит чертовски дорого. Во-вторых, его фиг купишь, а в-третьих, фиг доставишь. Чем, в принципе, отличается GT3 техника от других серий? В ней уже реально работает аэродинамика. Там, где сцепные свойства шину обычного куза исчерпаны, здесь реально работающий спойлер, у которого очень сложный профиль. Ну, на самом деле, это антикрыло, если говорить по науке. И мы изготовили антикрыло в Москве. Наш друг Антон Сантофа подкликнулся на вызов и сказал, что да, я могу сделать не просто какой-то глянцевый там корпусно-ламинированный карбон, а реально работающую лавку. Вот, смотрите, у нас сейчас с вами ходовые испытания. Для того, чтобы этот спойлер нормально работал на треке, ну, он должен выдерживать нагрузки в десятки и сотни килограммов. Мы точных цифр не знаем, но лучше он хрустнет подо мной, кстати, это первый дубль, чем на трассе под спортсменом, который будет на огромной скорости ехать в повороте Т3. И, соответственно, поломка спойлера может стать причиной полной потери управляемости. Ну, антикрыла, простите, конечно. Это автомобиль на нашем канале вы увидите уже, наверное, не первый раз. И, может быть, задаетесь вопросом, почему мы постоянно ее разбираем, собираем, разбираем, собираем. Ну, потому что изначально этот автомобиль строился в Америке и строился он под выставки. То есть машину грузили на эвакуатор, привозили на выставку, она там красиво стояла, все ходили охали-ахали, всем очень нравилось. Ее грузили обратно в эвакуатор, отвозили в гараж и там она ждала следующей выставки. Ну, автомобиль купили и новый владелец пожелал на ней ездить. Ездить практически каждый день. Соответственно, когда он к нам пригнал, мы залезли на нее, посмотрели, половина подвески была тупо не закручена, тупо не протянута. И, как бы, ну, это опасно. Куча решений были сделаны весьма спорные. Поэтому мы в первый приход, в первый приезд этого автомобиля к нам, мы устранили мелкие недочеты, так, чтобы автомобиль мог выехать, поехать чуть-чуть покататься и подарить новые эмоции владельцу. Все-таки, ну, блин, крутая тачка и она должна дарить эмоции. И после первого выезда коробка автомат сдохла. Ее размолотило внутри просто в чип, потому что у нас стоит биг-блок, огромный объем, который, может, вы угадаете в комментариях, какой здесь объем, напишите, и мы вам подарим маечку, кепочку, я думаю, лайк за это. Соответственно, приняли решение, то, что трушная машина, механика старая, она должна быть и на механической коробке передач. Заказали механику, поставили, механик у нас от американской фирмы Тремек, очень крутая, очень надежная, специально была разработана под наш двигатель, потому что мы отправляли ему кучу спецификаций, что за машина, что за двигатель, и они, соответственно, эти компоненты уже подбирали под наши нужды. И собрали, поставили, человек поехал на механике, говорю, блин, круто, мне очень нравятся эмоции, дарит вообще тачка, давайте сделаем ее так, чтобы она была прям вот конфеточка полностью, и по электрике, и по ходовой, и по всему. Чем мы сейчас и занимаемся, соответственно, я снял двигатель, двигатель требует переуплотнения, потому что, ну, блин, на его собрали герметики, и герметик уже давно потек. Проводку тоже полностью переделываем, современную проводку Milspec, там фарки позаменим на красивенькие светодиоды, так, чтобы они в стиле, в общем, были, сделаем новую мультимедиу, там, по музыке чуть-чуть переделываем. Короче, подготовим машину к сезону так, чтобы на нее можно было сесть, запустить и кайфануть. В общем, следите, я думаю, это будет всем интересно. Шоу самые роскошные и капризные. McLaren почему-то решил подумать, что у него не работает концевик правой двери, и теперь каждый раз при попытке закрыть дверь, он туда-сюда и лозит стеклоподъемником, потому что там безрамочная дверь, и она должна каждый раз при нажатии на микросвич на кнопке приопускать стекло. Короче, сейчас-то история сошла с ума, но после отключения аккумулятора все вроде как починилось, ребята проверяют, и будем говорить владельцу, что надо машину током бить поменьше. На самом деле, они сами к себе так себя ведут. А тут у нас стейдж 4, на шатунах ГАД турбинах ТТЕ, инлетах А2, и мы здесь сделали короба таки для системы холодного впуска. Машина последние болтики уже получает после обкатки, и поедет у нас скоро на Династенд. А еще у нас несколько раз переспрашивали, а что вы правда на все комментарии отвечаете? Ребята, да, я до сих пор успеваю отвечать на все комментарии, мою жену это правда дико бесит. Так что сейчас мы идем пересчитывать запчасти от Порше, которые приехали уже для кузовного ремонта одного из автомобилей. А вы, пожалуйста, продолжайте писать коммент, только не просто, типа, ребят, клево, там тачка красивая, а что-нибудь по существу попробуйте, ну там, каким-то каверзными вопросами завалить, потому что общение в комментариях, оно интересное, самое классное я всегда закрепляю. Можете друг другу там лайки на комментарии ставить, потому что это живой интерактив. Мы всегда и в Инстаграме общаемся нормально, и на Ютубе точно так же. Говорят, если у тебя есть группа персональных хейтеров, ты уже что-то из себя на Ютубе представляешь, и у меня вы, наконец-то, начали появляться, господа хейтеры. А еще у нас регулярно бывают картинки с похожими на наш логотипами, где-то это уже реально перерисовка нашего, где-то это независимые компании, у которых просто пришла в голову похожая идея, а вот сегодня пришла картинка за гранью добра и зла, которая явно говорит о том, что мы кому-то не безразличны. Уже вот прям наш логотип с цветами и с оттенками скопировала какая-то компания из, получается, Турции. Неплохо. Друзья, всем привет! Это снова сварка, это снова левел. В прошлом ролике мы устраивали небольшой конкурс. Куда же мы сделали коллектор под двигатель 2GZ-GT? Под какую платформу? Это все не так банально, это не Сильвия, это не пятнашки, это не тринашки. Все не так просто. Если было бы так просто, мы бы не устраивали подобный конкурс. Даем вам небольшую подсказку. Двигатель 2GZ-GT-E, коллектор, платформа американская, платформа под дрифт. Попробуйте угадать, пишите в комментариях. Розыгрыш мы до сих пор продолжаем, никто эту кепочку еще не выиграл. Пишите в комментариях, комментарии не ограничены. Всем привет! Расскажу вам про редуктор, установленный у нас на Еврофайтере. Это классическое решение для дрифта и не только. Это Winters Performance. Чем он так интересен? Тем, что у него можно менять передачное число очень быстро. То есть, имея в комплекте несколько шестерен, можно настроить свой автомобиль под любой трек и под любую передачу, как удобно. В целом, это уже довольно древняя разработка 60-х годов, которая до сих пор актуальна из-за своей простоты и прочности. В целом, отличается от обычного редуктора он тем, что у него есть промежуточный вал. Вот. И уже дальше в его классическом исполнении редуктор, который развернут в обратную сторону и перевернут тем, чтобы передачное число шло правильно. Установку шестерни, мы меняем передачное число, закрываем крышку, добавляем уровня масла и едем. Отличное решение для автоспорта. А в дитеринге на этой неделе планшет из мира автомобилей или автомобиль из мира планшетов Tesla Model 3. Данный автомобиль мы уже заклеили полностью антигравийной пленкой, тем самым защитив максимально кузов этого автомобиля. Мы выполнили химчистку потолка, потому что были небольшие нарекания у владельца, подготовили его к выдаче. Он ждет своего часа, его скоро заберут. И еще один занимательный автомобиль у нас в работе Subaru Levork. История появления автомобиля в нашей дитеринг-студии такова. На этом автомобиле пару месяцев колесили по Европе. Можно сказать, жили в нем пару человек вместе с собакой. Для того, чтобы вычистить салон данного автомобиля, нам пришлось демонтировать сидения. Под ними мы нашли сувениры из каждой стороны, что владельцы оставили там. И еще один автомобиль, над которым мы успели поработать на этой неделе. Mercedes SL 63. В шикарном сером цвете, с красным кожаным салоном. Но почему-то изначально с завода у него были желтые тормозные суппорта. И по просьбе владельца автомобиля мы покрасили их в фирменный красный цвет с черными логотипами. И сегодня у нас в рубрике 5 копеек про интересную машину McLaren 720S. Конкретно этот экземпляр переодет в 765LT. Именно на него мы печатали недавно из титана кронштейны заднего бампера. Принципиально внешне эти машины неподготовленный человек может не различить. Кто искушен, увидит, что выхлоп сзади у этой машины четырехствольный и смотрится он категорически агрессивно. Сам по себе задний бампер за счет аэродинамики тоже смотрится еще более космическим. Хотя для 720S это в принципе странно. Это среднемоторный суперкар с преселективной коробкой. То есть здесь примерно та же ДКТ, что и на Audi R8, но мотор с завода турбовый. Самая крутая часть этого автомобиля это электроника. Всем поведением автомобиля управляет здесь блок контроля шасси. И крутящий момент на коробке, и на двигателе, и вообще все поведение машины, включая трекшн-контроль, ESP. И еще фиг знает сколько помощников определяет один блок, который работает ради динамики автомобиля. Именно поэтому у этой машины самая крутая в классе ESP. Ни одна заднеприводная машина не едет так 100-200 и не дарит такое ощущение вседозволенности на дороге. Ну, нарушать законы физики, конечно, не нужно. И именно эта характеристика позволяет владельцу кайфовать зимой. Вы просто представьте, 800 плюс сил, которые здесь будут на стейдж 2. На зимней резине человек каждый день, когда на улице нет глубоких сугробов выше фар, спокойно и комфортно ездит. Ну, а разумеется, летом эта машина раскрывается полностью. Это снова сварка, это снова левел. Сегодня у нас в работе коллектора от Dodge Charger 68 года. В данную машину мы ставим двигатель LT5. Этот двигатель мы уже ставили в дрифтанутую Nissan Silvia L240SX, они называются, по-моему, все время их путаю, поправьте в комментариях. И так как на Dodge появился компрессор кондиционера, машина будет полностью стритовая, компрессор кондиционера, оба коллектора пришлось переделать. В частности, убрать нашу термоизоляцию с наших коллекторов, переделать два раннера. Ну, по каждому, по одному раннеру с каждой стороны. С одной стороны мешает рулевый катан, с другой компрессор кондиционера. Раннеры переварили. Сейчас все снова закроем в термоизоляцию. Обязательно делаем все на алюминиевой плите. И после этого обязательно делом отдадим еще в фрезеровку плоскостей, чтобы коллектора у нас были ровные. И уже дальше будет установка на новой прокладке. Ну, а здесь у нас в работе новенький, интересного цвета Cayenne Turbo GT. И он у нас приехал на стандартную уже процедуру, называемую «ты у меня первый». И это Stage 1. Мы залезли, посмотрели, что у него в цилиндрах, которых здесь аж 8 штук. Сделали эндоскопию, никаких нареканий, все круто. Спасибо, Порше, радуйте нас. Вообще, очень редко даже какие-то проблемы возникают на новых, по крайней мере, вот агрегатиках этих. Будем после этого осмотра отправлять ее на диностенд и зашивать. Вот здесь у нас блок управления. Там нули, единички. Все это подшаманит у нас Сергей. И будет чудо. Скрытый из завода потенциал вырвется наружу. Я не хотел заранее показывать эту машину, но проходя мимо стенда, опять же не удержался. Мы чуть не потерпели фиаско с настройкой, потому что она с барабанов почти висит в стороны. Беговая дорожка шины впритык стоит на барабане. Здесь видно прям по пятну, которая контактирует с роликом. На стандартной машине слева и справа у нас остается сантиметров, наверное, по пять или семь. Этот же монстр просто занимает всю ширину. Ну и мы, конечно, будем готовить про это отдельный рассказ. А сейчас мне реально интересно, как вам этот дизайн. Урус Менсори в широчайшем обвесе на 24-х колесах. Лайк или с вопросиками. Если говорить про гоночную технику, то что ее больше всего отличает от дорожной машины? Кто-то скажет, каркас, мотор, коробка, подвеска. На самом деле у по-настоящему быстрых кольцевых машин бог всего аэродинамика. Именно за счет вот этой вот аэродинамической листвы и очень правильно спрофилированного антикрыла машина может в одном и том же повороте держаться на 30, 40 и даже 50 км в час быстрее, чем такая же, но без аэродинамического обвеса. Потому что слики, которые дают просто нереальный держак и на срыв вбок, и на зацеп вперед, нужно надавить. А сама по себе машина, чтобы была хорошая динамика, должна быть максимально легкой. Поэтому классы GT3 и GT4 отличаются на самом деле в первую очередь не мощностью, а аэродинамикой. Да, у нас здесь есть каркас безопасности, секвентальная коробка с электрическим управлением и еще гора гоночных фишек, но все-таки главное здесь кроется именно в том, как кузов утекает в воздух. Напомню, это профессиональный гоночный автомобиль, который инженеры испытывали многократно в самых разных режимах. И вот такую вот сеточку на радиаторы ставить можно, потому что в настоящих гонках тоже бывают камни, скорости бешеные, и камень может просто пробить радиатор, а не просто его помять, как на дороге. Поэтому сеточка вот такая вот, которая не создает аэродинамического сопротивления, может стоять на машине. Ей лайк. А вот если вам предлагают поставить вот такую сетку, то по нашей практике охлаждаться у машины и впускной воздух, и масло будут гораздо хуже, потому что на скоростях выше 120 км в час эта сетка воздух за себя уже не пропускает. Мы это проверяли по температуре масла на, по-моему, 911 или КАЕ. Ну, в общем, вот эта сетка точно машину душит. Мы столкнулись в нашей организации, любимой, дорогой, с проблемой, то, что дитейлинг там негодяй, либо сервис негодяй, либо тюнинг негодяй. Поставили машину в проходе, кто за нее отвечает, кто за нее там лямку будет тянуть, кто будет ее перегонять, убирать. Вот ты идешь, руководитель такой вот под сервису, и тебе вот мешает машина какая-то. Ты кого тут быстро убрали, и начинаешь орать, и кто ее будет убирать, все сидят, думают, ну, это не моя, и все. А будут висеть вот такие таблички, 1, 2, 3. По цвету будет понятно, что это за подразделение, а по циферке будет выбрита на затылке у каждого из менеджеров цифра, и сразу будет понятно, так, кто ведет тачку, кому обращаться, кому может задать все вопросы, или поощрить, или кнутом побить его. Порядок стремимся его здесь создать. Субтитры создавал DimaTorzok